В эфире первого карагандинского новости в студии Бульмур Жакин. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Первое мая – день единства народа Казахстана. Как отметили праздник карагандинцы и какой сюрприз ждал горожан. Жители Пришахтинска получили долгожданное жилье. На новоселье побывали и наши корреспонденты. Майканбайла Гульмира Казайбековна. Почему карагандинские школьники посещают сайты для самоубийц? Анализ, проведенный в социальных сетях, выявил около ста мальчишек и девчонок, выкладывающих фотографии с надписью «Я хочу умереть» и «Не хочу жить». Под знаком 20-летия Ассамблеи народа Казахстана прошли в Караганде праздничные мероприятия. Этот праздник стал настоящим символом дружбы и сплоченности для представителей разных национальностей. Все подробности народных гуляний вы узнаете из материала Осель Сазанбаевой. Мероприятие открыли представители национально-культурных центров города. Для гостей приготовили концертные номера и национальные деликатесы. Через танцы и песни они выражали культуру и обычаи разных народностей, демонстрируя дружбу и единство всех этносов Казахстана. Как говорит режиссер-постановщик праздничного концерта Аспет Омар Каза, на репетицию ушло всего три дня. Все было сделано в кратчайшие сроки, так как все работали сплоченно, как одна команда. Сегодняшний праздник, 1 мая, посвящается 25-летию независимости Республики Казахстан. Я считаю, что за 25 лет независимости Казахстана самое большое достижение – это дружба народов, проживающих здесь на территории Казахстана. Поэтому мы сегодня хотим показать именно то, как мы дружны, как едины и живы в мире и согласны. На набережной в Центральном парке города собрались тысячи горожан. Поздравил жителей шокстерской столицы и Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков. Уверен, праздник Единства народа Казахстана для жителей области всегда будет не только символом согласия и уважения, но и уверенности в своем будущем. От всей души хочу поблагодарить всех вас за вклад в дело мира и единства. Желаю вам здоровья, счастья и благополучия, успехов в созидательном труде. После поздравительных слов Нурмухамбета Абдебекова состоялась церемония награждения. Указом президента страны за укрепление единства межкультурного диалога и формирование казахстанского патриотизма золотой общественной медали Ассамблеи народа Казахстана «Барлек» были удостоены. Бегзат Алтынбеков, председатель Совета общественного согласия города Жизказганы, ветеран журналистики, член областной ассамблеи народа Казахстана Екатерина Кузнецова, а также председатель общественного объединения «Русский этнокультурный центр Берагиня» города Тимиртау Светлана Гежа. Кроме медали, премию Акима области вручили возглавляемому ею этнокультурному объединению. Также указом главы государства за значительный вклад в укрепление общественного согласия в стране, обеспечение единства народа Казахстана и в ознаменовании 20-летия Ассамблеи народа Казахстана руководители ряда этнокультурных объединений были награждены юбилейной медалью «Казахстан-Халк» Ассамблея Санан Жирмажил. К медалям они получили премии Акима области в размере 700 тысяч тенге каждая за пропаганду и развитие принципов межэтнического и межконфессионального согласия, укрепление единства и гражданского мира. Праздник продолжился фестивалем национальных культур «Шенрак Дружбы», концертной программой студенческой молодежи и выступлениями артистов концертного объединения имени Калии Байжанова. В канун Дня Единства народа Казахстана 30 семей в Пришахтинске получили ключи от квартир из рук Акима области Нурмухамбета Абдебекова. Три многоэтажных дома по улице Кемеровская были сданы в рамках программы развития регионов до 2020 года через казахстанскую ипотечную кампанию. Поздравить новоселов решила и наша съемочная группа. Государственные служащие, работники бюджетных организаций, инвалиды, неполные и многодетные семьи. В числе новоселов были все категории граждан. Заветные ключи получили 30 семей. Всего по данному адресу реализуются 72 квартиры – 32-комнатных, 27-трехкомнатных и 15-четырехкомнатных. Стоимость строительства составила более 342 миллионов тенге. Ключи новоселам вручил глава региона Нурмухамбет Абдебеков. Весна начинается вот уже с такими хорошими событиями. Впереди у нас еще большой строительный сезон. И до конца года мы думаем, что еще не один раз сможем радоваться вместе с нашими горожанами, нашими земляками. И не только здесь, в Караганде и в других городах нашей области. Одними из счастливчиков стала семья Дюсибаевых. Они стояли в очереди на жилье с 2000 года. В преддверии Дня Единства семья получила ключи от четырехкомнатной квартиры. Их первыми почетными гостями стали глава региона и Аким города. Сегодня нас переполняет радость. Мы мечтали о собственном жилье. Спасибо Акиму области и Ельбаса. Отметим, что в текущем году планируется обеспечить новыми квартирами 367 семей. Аймам Ринал Жас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Православных христиан с праздником Пасхи поздравил Аким области Нурмухамбет Абдебеков. Аким посетил Свято-Виденский собор Караганды, где собралось несколько сотен человек. В этом году, 1 мая, День Единства народа Казахстана, совпал с Великой Пасхой. В этот день много лет назад воскрес Иисус Христос. Пасха имеет многовековую традицию. Христиане по всему миру празднуют этот день вот уже более двух тысяч лет. Именно этот праздник является одним из самых главных для христиан. Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков не упустил возможности поздравить православных земляков. Я хочу, чтобы ваши дома были всегда наполнены радостью, весельем, чтобы у вас в доме всегда был достаток. И такие праздники всегда у нас проходили с очень хорошим настроением и всегда отмечались дружной большой нашей семьей Карагандинской. Значительные усилия для укрепления духовного здоровья наших сограждан, мира и согласия между ними, воспитание патриотизма прилагает православная церковь Караганды в тесном взаимодействии с представителями других традиционных религий и вероисповеданий. Пожелать, чтобы воскресший Христос пролил богатые милости, чтобы наша жизнь не осложнялась катастрофами, разными потрясениями, неурядицами, раздорами, а чтобы вот этот мир не только сохранялся, а еще и приумножался. Глава региона напомнил, что мы все являемся одним народом, одной страной, связанной одной судьбой. Казахстанский путь развития – это путь мира и согласия. Екатерина Афанасьева, Исланбекаспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность – 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Продолжаем выпуск. 8 объектов образования строятся в области. По программе Нурлыжо в июле-августе планируют создать две новые школы в Караганде и Садпаеве, а также детский сад на 320 мест на юго-востоке Караганды. Первый заместитель Акима области Асалбек Дюсюбаев проверил, на каком этапе находятся строительные работы. 3 мая первый заместитель Акима области Асалбек Дюсюбаев посетил два строящихся объекта образования в микрорайоне Кендала. Детский сад на 320 мест, общая конкурсная стоимость которого составила около 694 миллионов тенге и общеобразовательную школу на 1200 ученических мест стоимостью более полутора миллиардов тенге. Работа здесь выполнена на 60%. По проекту новая школа, новый проект. В принципе в Караганде такого проекта нет у зданий. Современные архитектурные, вот сами видели, заходили. Там с большим холлом, с большим пространством. Купольный этаж стеклянный, купольная крыша. Сейчас процент готовности более 60% составляет. Сейчас уже ведется чистовая отделка зданий. Первая партия оборудования поступила в детский садик. Идет работа по благоустройству, делаются специальные ограждения. Завершение строительства детского сада на 320 мест и общеобразовательной школы на 1200 ученических мест планируется на июль 2016 года. Работы ведутся согласно утвержденным проектам и графикам. Екатерина Афанасьева, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Карагандинцы очень тепло встретили легендарный проект «Народная караоке» с хором турецкого. Команда музыкантов открыла свой концерт с песней на казахском языке «Аулом». Выступление хора не пропустил и Аким Караганды, и Нурлана Убакиров. Градоначальник лично поблагодарил руководителя коллектива Михаила Турецкого за то, что гастроли по Казахстану хор начал с шахтерской столицы. Хор в составе 11 человек радовал карагандинцев народными песнями и современными произведениями. Музыканты также почтили память Батрхана Шукенова, исполнив его песни. Примечательно, что хору турецкого в этом году исполнилось 25 лет. Музыкальный коллектив – ровесник независимого Казахстана. В коллективе выступают и дети. Это большая радость и привилегия для нас. Мы очень любим Казахстан, 25-летие независимости республики. У нас 25 лет хора турецкого. Понимаете, какие-то две цифры для нас совпадают. Мы счастливы, что Казахстан год от года процветает. Вот даже мы здесь были на 50-летии казахстанской магнитки. Это было около пяти лет назад. Из-за этих годов Караганда очень изменилась. Город изменился. Есть серьезное продвижение вперед. Народная караоке порадовала карагандинцев благодаря усилиям местных чиновников. Аким города Нурланаубакеров также присутствовал на концерте. Карагандинцы, благодарные слушатели, карагандинцы – это просто лучшие люди на свете. Поэтому, я думаю, вы сможете сегодня нашим горожанам подарить прекрасный подарок – ваше творчество. Спасибо вам. Участники хора рассказали, что провели народное караоке уже в нескольких городах-миллионниках России и получили колоссальный успех. В Казахстане они посетят несколько городов. Это Караганда, Усть-Каменогорск, Алматы, Шумкент. А 6 июля, в День столицы, хор выступит в Астане. Прокуроры Караганды призывают граждан чаще признаваться детям в любви. Это поможет избежать многих проблем, связанных с подростковым периодом, ранним половым созреванием и мыслями о суициде, уверены они. Ведь ни для кого не секрет, что в последнее время в обществе все чаще появляется информация о педофилах и самоубийствах. По приведенным данным, за истекший период текущего года по району имени Казбекби совершено 13 преступлений против детей. 9 фактов из 13 зарегистрированы по статье «Развращение малолетних», а в остальных четырех случаях имело место половое сношение или иные действия сексуального характера с несовершеннолетними. Все эти случаи взяты на особый контроль. Роста данных видов преступлений по сравнению с прошлыми годами нет, однако родителям нельзя расслабляться, пояснили в прокуратуре. Они рассказали о уже раскрытом деле, в котором пострадавшими стали 20 подростков до 15 лет. Преимущественно мальчики. 34-летний преступник использовал их через социальные сети. Представлялся студентом медицинского университета, предлагая им поделиться информацией интимного характера, якобы в экспериментальных целях. Получив согласие, он побуждал детей к отправке ему интимных фотографий и видео. На отказы те он угрожал распространением их переписки окружающим, одноклассникам, после чего дети, естественно, опасаясь последствий разглашения их интимной переписки, уже направляли ему требуемые фотографии и видео. Мужчину отсудили на 10 лет колонии особого режима с пожизненным лишением права работать в дошкольных и школьных учреждениях. Приговор суда не вступил в законную силу. Также сотрудниками прокуратуры выявлено 8 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 20 детей не имели нормальных условий для жизни. Не скрывали прокуроры и о участившихся фактах попытки совершения суицида среди несовершеннолетних. За 4 месяца текущего года по району имени Казбек-Би зарегистрирована одна попытка суицида и один факт суицида. Анализ показал, что наиболее опасным суицидальным возрастом является период от 12 до 19 лет. Проведенный мониторинг в сети интернет показал, что в социальной сети ВКонтакте созданы различные группы суицидальной направленности. Такие как группы суицид, суицид души, мертвый мир суицидника, хочу умереть, потому что не вижу смысла жизни. В этих группах зарегистрировано более 50 тысяч несовершеннолетних в целом. Из них более 100 именно наши карагандинцы. Для предотвращения таких преступлений прокуратура подготовила социальные ролики и тысячу памяток. Данные об указанных суицидальных группах в интернете направлены в Генеральную прокуратуру. По всем интересующим вопросам родители могут обращаться по телефону доверия, который вы видите на экране. Аймамрина Жаксалак Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Более 5 тысяч человек приняли участие в традиционной эстафете на призы областной газеты «Индустриальная Караганда», которая проводится в 71 раз. В этом году изменился маршрут. Впервые горожане и гости города пробежали марафон в районе Юго-Востока. Одно из самых массовых спортивных мероприятий этого года прошло возле Дома Дружбы. Перед началом эстафеты Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков поздравил участников с наступающими праздниками и пожелал удачи. На площади перед Домом Дружбы собрались и дети, и взрослые. Среди них были профессионалы и просто любители спорта. Ежегодная эстафета в честь Великого Праздника Дня Победы в этом году проводится в 71 раз. Более 5000 карагандинцев пробежали почти 6 километров, а самые активные получили кубки и ценные призы. Команда акционерного общества «Казахтелеком» впервые приняла участие в забеге и заняла третье место. Победа вдохновила ребят, и они планируют теперь ежегодно участвовать в марафоне. Наши девочки молодцы, они заняли третье место. Они очень готовились к этому, ответственно отнеслись и заняли, естественно, место призовое. Мы очень за них рады. Я думаю, что это не последняя наша победа. А колледж питания в этом году уже в шестой раз вышел на старт. И шестой год студенты и преподаватели занимают первое место. Это первый раз по этой трассе. То есть трасса, на наш взгляд, тяжеловата. В городе как-то привычно было, чтобы город побыстрее отремонтировали. Он свел и пах, как всегда. Школьники, студенты, военнослужащие, производственные коллективы и гости города пробежали марафон и приобщили себя к здоровому образу жизни. Погода в этот день была солнечная и яркая, как и настроение бегунов. В этом году впервые новый маршрут в новом центре Караганды на юго-востоке по проспектам республики и шахтеров. 14 этапов разбитых по степени сложности, по степени профессионализма участников. Все ждут этого праздника, как мы знаем. Легкоатлетическая эстафета стала традицией нашего города. Впервые прошла в 1945 году в честь радостного события – победы в Великой Отечественной войне. Самый первый забег помнит Виктор Рудский. Ветеран войны ни разу не пропускал эстафету. Конечно, бегать уже не рискует, но всегда приходит посмотреть. Я первый раз бежал там. Предпоседний этап бежал я. Там 11 метров. А я член сборной команды Советского Союза был. Я 19 рекордов Казахстана сделал в свое время. В республике я поражения не имел. И в сборной команде Советского Союза я выехал первый из казахстанских спортсменов за рубеж в 1953 году на 4-й Всемирный фестиваль Бухарест. Главный судья рассказал о новом маршруте. На прохождение всех 14 этапов в среднем уходит около 15 минут. Дамир Абулев в судействе уже 16-й год. За это время количество участников значительно увеличилось. 9-летняя школа соревнуются отдельно. 11-летняя школа. Тоже у них отдельный забег. У них 57 команд. И также школьники разыгрывают первое место на первом этапе. Первая тройка. Первое, второе, третье место. Занимаются, награждаются отдельными призами за победу. Забеги на 800 метров. Все участники эстафеты на призы газеты «Индустриальная Караганда» остались довольны своими результатами. Большая часть пробежали не ради призов, а удовольствия ради. Лариса Хусейнова, Сламбеку Спан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, а на свободу. Редактор субтитров А.Семкин